Здравствуйте! Вы смотрите программу «Неделя спорта». Я ее ведущий Роман Полинсков. Как обычно, обзор новостей спортивных за эту неделю. Сейчас коротко о том, что произошло на этой неделе. Студенческая волейбольная лига Республики Татарстан среди женских команд. Бой между сборными КФУ и Павловской академией физической культуры, спорта и туризма. Кубок университета по мини-футболу. Кто смог пробиться в финальную стадию турнира, а кто вылетел уже после первой игры. Феерия голов студенческой хоккейной лиги. Разгром от Казанского федерального в сторону авиационного института. Спартакиада вузов Республики Татарстан. На этот раз отправляемся в водное царство. Женский волейбол не хуже мужского. На прошлой неделе в спорткомплексе «Буревестник» состоялся очередной матч студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Среди женских команд встречались сборные КФУ и сборная Павловской академии физической культуры, спорта и туризма. Афиша уже говорила сама за себя. Будет жарко. А как там было на самом деле, узнавала наш корреспондент Марина Вахрушева. Соревнования по волейболу среди женских команд в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан прошли 7 декабря в спорткомплексе «Буревестник». На площадке встретились сборные команды КФУ и Павловской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Обе команды изначально были решительно настроены на победу. В начале первого периода студентки КФУ обладали явным преимуществом над соперником и смогли открыть счет. Но благодаря умелому введению мяча и хорошо отработанной постановке блоков, сборной команде Академии спорта и туризма все-таки удалось вырвать победу в первой партии. Во втором периоде, несмотря на проявленную стойкость и стремление к победе, волейболисткам сборной команды КФУ не удалось противостоять слаженным действиям соперника. Вторая партия закончилась со счетом 6-25 в пользу сборной Академии спорта и туризма. Третий период игры выдался тяжелым и очень напряженным. Ни одна из команд долгое время не хотела уступать друг другу. Ощущалось явное желание каждой команды одержать победу. Но студенткам сборной Академии спорта и туризма вновь удалось перехватить инициативу и вырваться вперед. И окончательная победа ушла именно в их копилку с итоговым счетом 3-0. Мы старались, у нас что-то получалось, но команда соперников была все равно сильнее, опытнее, выше. И поэтому у нас не вышло. Самая большая трудность была обыграть их блок, то, что они намного выше и, можно сказать, забор. И нам было очень тяжело пробиться сквозь него. Футбольные баталии сопоставимы чемпионату Европы. Кубок университета прошел на этих уходных Казанском федеральном университете. А именно предварительная его часть, включая четверть финалы. Кто из команд участников смог выделиться и пробиться в четверку лучших, кто из команд стал самым настоящим андердогом? А кто примерил на себя роль Лестера в этом сезоне в английской премьер-лиге? Об этом и о другом узнавал наш корреспондент Денис Давыдов. Рано утром, в воскресенье, 11 декабря, лучшие футболисты своих институтов приехали в спортивный комплекс Бустана, чтобы побороться за кубок университета КФУ. Мини-футбол – одно из самых зрелищных спортивных соревнований спорта-киады, поэтому трибуны в Бустане определенно не пустовали. Открыли турнир инженеры и экологи и сразу же наглядно показали весь накал борьбы всех предстоящих игр. Обе команды на протяжении всего основного времени были равны, только лишь в серии пенальти экологам удалось содержать победу. Далее была одна из самых многообещающих игр между юристами и идеологами, в которой Юрфак одержал полную победу со счетом 3-0. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций выбил бахмат, забив два безответных мяча, а химический институт с минимальным счетом сенсационно обыграл эконом. Далее пошли четверть финала. Физики, благодаря жеребию, уже ждали там своих соперников. Они не оставили шанса экологам, разгромив тех со счетом 4-0. Следом за ним в полфинал вышли международники, которые со счетом 3-0 обыграли медиков. Такими же цифрами закончился матч между Юрфаком и филологами, где Юрфак одержал очередную победу. И в завершении дня Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций в напряженном поединке переиграл химиков со счетом 3-1. Таким образом определились четыре сильнейшие команды, которые продолжают борьбу за кубок. Футбол действительно получился очень интересным и богат на голы. Сейчас давайте проанализируем, что там происходило и что будет в финальной части турнира университета. Сейчас как раз у меня в студии появился Денис Давыдов, тот, который сделал нам этот прекрасный сюжет. Денис, привет, спасибо за такой информативный сюжет. Давай обсудим те игры, которые у нас уже были и те, которые будут. Начнем с тех, что были. Какая из тех, что там проходили, более-менее так и заполнилась? Заполнилась в первую очередь, конечно же, сенсационная победа Химического института над экономом 1-0. И, конечно же, первая игра, когда счет в игре был 1-1, это единственная игра, где были пробиты 11-метровые удары. В мини-футболе, конечно, расстояние поменьше. И именно этот матч задал нокаут борьбы и придал такой эмоциональный темп предстоящим играм. А в первой игре кто играл у нас, ты помни? В первой игре играли инженеры и экологи. И экологи одержали победу в серии пенальти. Хорошо. А почему эконом так провалился? Все, даже если бы букмекеры тут работали, они бы все поставили на эконом то, что он хотя бы выйдет в финальную часть этого турнира. Но он слетел, по-моему, на первом же этапе, да? Да, на первом этапе. Конечно, это было неожиданно. Что случилось с ним? Ну и в первую очередь, конечно, здесь играл психологический фактор. Когда команда долгое время не может забить слабому сопернику, они ломаются, и они начинают нервничать, начинают спешить забивать гол. Химический институт этим воспользовался, у них была только одна замена. Казалось бы, они должны были подустать в концовке, но, несмотря на это, они были хладнокровны как никогда и прекрасно провели контратаку и забили гол. Это, знаешь, мне напоминает, как команды из нижней части турнира и таблицы в конце сезона, когда им терять нечего. Это вот когда была игра с Сатурном и с Зенитом, когда Спартак там уже хотел деньги заплатить. Типа, ребята, сделайте так, чтобы Зенит проиграл. Да, да, да. Да, вот так же. Получается такой маленький андердог у нас, химический институт. Чего нам ждать в финальной части чемпионата? В финальной части стоит ждать, конечно же, это самое главное интересной борьбы за выход в финал между институтом социальной философии и наукой массовой коммуникации против ЮРФАКа. Здесь практически нет фаворита. Если в первой полуфинальном встрече фаворит явный, это физики, победители прошлой спортеады, то во втором полуфинале фаворит просто непонятен. Все будет зависеть от одного момента, от одного гола. Хорошо, давай поподробнее. Вот первый полуфинал. Институт международных отношений и истории востоковения против института физики. Что можно сказать об этой игре? Можно сказать об этой игре, что, скорее всего, будет победа физиков в преимуществе не менее, я думаю, двух мячей. Конечно, международники дадут борьбу, и они просто так не отдадут путевку в финал. Но в физике все-таки за счет опыта, за счет сыгранности, я думаю, должны добиться победы и выйти в финал. Хорошо. Второй полуфинал. Институт социально-философских наук против юридического факультета. Здесь, конечно, будет зависеть, в первую очередь, наверное, от индивидуальностей, от личностей. Потому что, как сказал великий спортсмен Василий Мосин, бронзовый призер Олимпиады 2012, несмотря на то, что это командный вид спорта, футбол и вообще, в частности, любой спорт, это борьба индивидуальности, борьба личности. И команды у тех, которые другие хорошие, то есть четвертые слаженные, но будет зависеть все от одного или от двух игроков, которые могут взять на себя игру и решить исход встречи. Хорошо. Кто в сборной Институт социально-философских наук может взять на себя игру? Может взять на себя игру, конечно же. В первую очередь, от Алексея Выдин, капитан команды. Ну, я думаю, Денис Давыдов тоже от него ждут голы, от него ждут результата, поэтому, я думаю, эта парочка тоже может наделать шороху. Ну, сам не похвалишь, никто не похвалит. Да, согласен. Ну, хорошо. Точный счет встречи, какой вот примерно будет? Так, ну, я думаю, 3-2 победа Институт социально-философских наук. Хорошо, пометили. А финал, что там будет, если у нас проходит Институт социально-философских наук и Институт физики? Прогноз. Так, если пройдут, то, я думаю, будет минимальная победа и снимка 2-1. И на этот раз они отыграются уже за прошлогодний финал и возьмут кубок. Прошлогодний финал также с физиками был? Да, прошлогодний финал был с физиками. Хорошо, ну что ж, большое спасибо тебе, Денис, за подробный отчет с этих матчей. Ну, а тебе большое спасибо, Денис, что пришел. Мы продолжаем программу «Неделя спорта». Настоящий кураж поймали игроки хоккейной сборной Казанского федерального университета в матче против Авиационного института. В Акбуре состоялся очередной матч студенческой хоккейной лиги Республики Татарстан КФУ против КАИ. В какой-то степени матч получился достаточно жарким и достаточно интересным на события, но, увы, неинтересным на голы. Почему именно так, спросите вы? Все ответы вы узнаете в репортаже Тимура Золотарева. Хоккей – один из самых завораживающих и травмоопасных видов спорта. Именно в этой игре наиболее ярко чувствуется вся полнота соперничества и противостояния. 10 декабря в такой схватке столкнулись команды КФУ и КАИ. Спортсмены КФУ отличились прекрасной защитой и красивой игрой в нападении. Игра была накаленной, защиту КАИ можно сопоставить с защитой ЦСКА. Но агрессивная игра в нападении позволила КФУ пробить эту защиту 6 раз. Было много голевых моментов, масса нарушений, благодаря чему команды играли в меньшинстве. Слаженные действия команды привели к достойной победе со счетом 6-0. Нельзя было не прочувствовать всего накала игры, не обошлось без штрафов и удаление со стороны обеих команд. В жесткой борьбе за шайбу был травмирован игрок КАИ. Напряжение и стремление победить приводили к стычкам между игроками. Но судим удалось держать все под контролем и не запустить на льду драк. Мы готовились к соперникам серьезно. Вышли и обыграли. Могли больше забить, но думаю достаточно. Главная команда отыграла, главное защиту отыграли надежно. Мне не пришлось особо даже исключаться, только в конце там пару моментов было. Очередные соревнования в рамках спартакиады вузов Республики Татарстан. На этот раз плавание. За звание лучшего боролись более 200 участников. Среди них представители вузов и спортсмены, выступавшие индивидуально. Кто оказался быстрее всех в воде и получил заветные медали и кубки, узнавала Василиса Дзюба. Даже когда есть свободная минутка, истинный пловец всегда идет в бассейн, где совмещает приятное с полезным, получает удовольствие от любимого дела и усердно тренируется для будущей победы в соревнованиях. Одни из таких соревнований прошли 8 и 9 декабря в спортивном комплексе «Буревестник». В турнире по плаванию участвовали 16 вузов Татарстана, которые были разделены на группы. В первые крупные вузы, а во второй малые. Начало соревнований ознаменовал общий парад участников и ярко исполненный гимн студенчества, после которого мероприятие официально стало открытым. Сами соревнования проходили в четырех плавательных стилях. В вольном стиле на спине брасом и баттерфляем участникам предстояло проплыть дистанции по 50 и 100 метров. Результаты участников переводились в баллы, которые засчитывались в общекомандном зачете. Таким образом, целью спортсменов было не только личное первенство, но и защита интересов команды. В последнем состязании – эстафете. И вовсе успех зависел от слаженной работы всех участников и, конечно же, грамотной расстановки сил. По итогам общекомандного зачета лидерами в первой группе крупной вузы стала Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма с результатом в 11 338 очков. Второе место занял Казанский государственный архитектурно-строительный университет с результатом в 9590 очков. А замкнул тройку призеров Казанский федеральный университет, уступивший ближайшим противникам только 340 очков. Во второй группе – малые вузы. Лидером стал Казанский инновационный университет. А второе и третье место с небольшим разрывом заняли, соответственно, Институт управления ТИСБИ и Казанский юридический институт МВД. В личном первенстве смогли отличиться Никита Королев, победивший в первый день соревнований на дистанции 50 метров вольным стилем, и Ксения Севастьянова, ставшая лучшей на дистанции 50 метров на спине. Наиболее впечатляющим было выступление мастера спорта международного класса, победившего на дистанции 100 метров вольным стилем Эрнеста Максумова. Я принес золото моему институту, университету, и я рад, что смог себя проявить в плавании, принести победу моему учебному заведению. В целом многие спортсмены показали достойный результат на спартакеаде вузов РТ. И надеемся, скоро мы увидим их на соревнованиях всероссийского масштаба. Василиса Дзюба, Тимур Файзулин, Андрей Багауддинов. Неделя спорта. Ну и на этом все. Такая выдалась у нас спортивная неделя. Смотри нас на следующий. Будет много всего интересного. Также не забывай заходить в нашу группу ВКонтакте. Ссылку ты видишь сейчас на экране. На этом все. Большое спасибо. Ты смотрел программу Неделя спорта. До скорого.